Оленевод из Ненецкого округа направил Сергею Коткину в видеообращение. Илья Литков просит депутата Госдумы помочь ненецким школьникам в изучении родного языка. Видеообращение на ненецком языке было передано депутату председателям Союза оленеводов НАУ Владиславом Ваучейским. Очень большая просьба к вам, уважаемый Сергей Николаевич, чтобы в школах округа наши дети изучали ненецкий язык, чтобы сохранялись культура и традиции нашего народа. Надеемся, что молодые ненцы, которые будут знать родной язык и культуру, после учебы в городе будут охотнее возвращаться в тундру к традиционной деятельности оленеводов и пасти наши многочисленные стады оленей. Такое обращение поступило в адрес депутата Государственной думы от Ненецкого округа Сергея Коткину от оленевода СПК Ерф Ильи Литкова. Его слова не безосновательны. В последние годы родной язык ненцев преподается как факультатив. Дети оленеводов после школы предпочитают оставаться в деревне или в городе. А говорят, на Ненецком в основном жители тундры в возрасте за 40 лет. Первое, что нужно сделать, то, о чем я говорил, это то, чтобы ребятишки, молодежь своим языком гордилась. Я много с ними общаюсь, особенно на своей родине, на Западе. И вот мало знают, сколько не пытаюсь, но несколько слов. Я больше знаю иногда на ненецком языке, больше слов знаю, чем они вроде бы должны бы знать. С молоком матери должно бы это прийти. Поэтому самое главное, на мой взгляд, нужно пропагандировать необходимость изучения языка, чтобы они почувствовали внутри себя, всеми фибрами своей души, что это их родное. По словам депутата, ненецкий язык в округе на сегодняшний день сохраняется и на должном уровне. Необходимая работа в этом направлении ведется. Уже приняты поправки в закон об образовании, в которых говорится о том, что если есть хоть один ученик в школе, желающий изучать родной язык, ему будут предоставлены для этого все условия. Мы сейчас приняли решение, кстати, мы обратились к председателю Государственной Думы, Володину Вячеславу Викторовичу, с тем, чтобы в целом проанализировать законодательство по коренным малочисленным народам Севера. Мы подключили один из ведущих научно-исследовательских институтов Российской Федерации, заказали научно-исследовательскую работу от Государственной Думы. И уже получили предварительные данные, дали нам труд порядка 600-700 страниц. Очень подробный анализ, очень конкретные предложения, которые они считают нужным внести в федеральное законодательство. Кроме того, депутаты обратились к правительству с тем, чтобы был создан Федеральный фонд по поддержке, сохранению и изучению родных языков. В декабре прошлого года президент России издал указ о создании данного фонда. Сейчас он формируется. В рамках работы этого фонда в учебных заведениях появятся программы и учебники для изучения родного языка. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».